Краш-курс призван обратить внимание молодых водителей на то, что беда, трагедия, проблемы дорожные, они ходят рядом. Цена безответственности. Для будущих водителей в культурно-информационном центре провели краш-курс. Человек покупает цифровую телевизионную приставку, обращается в наше подведомственное учреждение, комплексный центр социального обслуживания на Хрусталева 27 с определенным пакетом документов и получает денежную компенсацию. Цифровой эфир. Правительство Севастополя компенсирует приобретение цифровых телевизионных приставок социально незащищенным гражданам. Мы планируем это развивать и расширять границы данных матчевых встреч. Кто сильнее? Севастопольские боксеры встретились со сборной Донецка в матчевой встрече. А теперь об этих и других темах подробнее. Начнем наш выпуск с главной темы дня. Сегодня депутаты Законодательного собрания Севастополя приняли на очередном заседании на втором чтении законопроект о бюджете Севастополя на 2019 и два последующих года. Процесс обсуждения проходил неоднозначно. Возникало множество спорных вопросов. Наш корреспондент Марина Кравцова также побывала на сессии. Марина, здравствуй. Расскажи, что сейчас происходит? Появилась какая-то новая информация? Здравствуйте, Алевтина. Напомню, около часа назад депутаты Законодательного собрания во втором чтении приняли законопроект о бюджете Севастополя на 2019 и два последующих года. Очень неоднозначное было обсуждение. Около получаса ушло на обсуждение процедурных вопросов, а на обсуждение самих поправок было дано совсем мало времени. Причем некоторые депутаты, например, Ирина Кравец, отметили, что у них нет даже возможности увидеть в системе те поправки, за которые приходится голосовать. Но меж тем была принята поправка, предложенная депутатом Татьяной Щербаковой, которая, по сути, нарушает 59-й закон Севастополя. То есть в этой поправке будут предусмотрены изменения основных параметров бюджета. А вносить такие поправки может только губернатор города, либо бюджетная комиссия по согласованию с губернатором. Также отмечу, что в этих поправках Татьяна Щербаковой подразумевала сокращение целого ряда расходов, в частности, на благоустройство города, установку скамеек, урн, лавочек, топиарных фигур. Но все же депутаты одобрили бюджет вот в таком виде, с поправкой Щербаковой. Ну и, то есть, получается, в нарушение закона. Полчаса назад комментарий журналистам дал заместитель губернатора Севастополя Илья Пономарев. Сейчас у нас есть возможность пообщаться с Ильей Вячеславовичем. Илья Вячеславович, как Вы прокомментируете ту ситуацию, которая сегодня произошла в законодательном собрании, какие последствия это повлечет для города? Добрый день. Хотя, наверное, это не очень добрый день для бюджетного процесса в Севастополе. Действительно, сегодня в нарушении всевозможных норм регламента города Севастополя, всевозможных норм закона о бюджетном процессе, депутатами группы Чалова был фактически продавлен законопроект о бюджете города Севастополя во втором чтении. Первое из нарушений касалось того, что поправки, предложенные депутатами Аксеновым и Кулагиным, были внесены в сам текст законопроекта. Он был поставлен с этими поправками ко второму чтению. А вторая ситуация, о которой Вы уже сказали, это то, что поправки депутата Щербаковой внесены незаконно, поскольку они предполагают изменение основных параметров бюджета. Некоторые депутаты сказали, что на такой закон должно последовать о вето губернатора. Это самый вероятный сценарий развития событий сейчас. Скорее всего, на закон, принятый с нарушениями регламентных норм, с нарушениями законодательства, будет наложено вето губернатора, поскольку множить беззаконие совершенно недопустимо. Ситуация, когда в прошлом году губернатор дал возможность выйти законодательному собранию из ситуации с непроголосованным законами в бюджете во втором чтении, в этом году превратилась в еще большее нарушение закона. Соответственно, мы вправе ожидать реакции губернатора в виде вето. Спасибо большое, Вячеславович. Ну и также о многочисленных нарушениях во время бюджетного процесса, во время подачи поправок в бюджетную комиссию говорил нам и депутат Борис Колесников. Давайте послушаем его комментарий. Секретарь Была предпринята попытка по формальным причинам где-то за 10 минут до окончания срока внесения поправок не принять поправки правительства, потому что секретарь комиссии посчитала, что не хватает каких-то документов. Но если не хватает документов, для этого есть право председателя законодательного собрания вернуть законопроект разработчику, но никак не секретарю комиссии или кому-то там ответственному лицу. Поэтому, учитывая вот эти вот моменты, о которых я говорю, ожидание очень неблагоприятное такое, что депутаты своим большинством, 13 человек, будут пытаться продавить нужные поправки. То есть игнорируя поправки правительства, которые, в общем-то, направлены на, на мой взгляд, на оздоровление жизни города. Спасибо, Марина. Я дополню еще один из вопросов, который обсуждался сегодня на внеочередном пленарном заседании. Депутаты лишают финансирования Севастопольскую государственную телерадиокомпанию. В следующем году законодатели намерены урезать бюджет нашего СМИ почти на 80%, что неизбежно приведет к массовым сокращениям сотрудников. Сейчас здесь работает 138 человек. У каждого есть семья и родные. Также закрытие государственной телерадиокомпании приведет к монополии частных СМИ, которые отстаивают интересы бизнес-структур. Такое мнение по этому вопросу высказал заместитель председателя общественной палаты Олег Гасанов. При принятии подобного решения депутаты законодательного собрания ни на минуту не задумываются ни о коллективе журналистов, работающих на информационном канале Севастополя, ни о тех людях, которые десятками уже лет на сегодняшний день привыкли получать информацию именно из этого источника. Еще раз хотелось бы обратить внимание на то, что речь идет о попытках искусственно ограничить государственный телеканал в угоду частным медиаимпериям. Напомним, в состав Севастопольской телерадиокомпании входит сразу несколько СМИ, два телеканала, две радиостанции, а также сетевое издание и информационное агентство. Ранее стало известно, что аппарат законодательного собрания предпринимает попытки выселить журналистов из помещений, где проходят заседания парламента, которые они занимали много лет. Сложившуюся ситуацию нам прокомментировал председатель Севастопольского отделения СССР Сергей Горбачев. Сейчас, в принципе, такие действия ведут однозначно к сужению возможностей именно этого канала. И не только сразают наши журналисты и конкретная телекомпания, конкретное средство массовой информации, но прежде всего потребитель информации. Я считаю, что законодатели наши должны исходить именно из интересов своих избирателей. Надо договариваться, надо исходить из интересов севастопольцев, не впадать в амбиции, не тешить чьего-то честолюбия, не огорчаться или не озлобляться, а, сохраняя свое лицо, находить точки сопротивления с тем, чтобы не страдали наши севастопольцы и индийная площадка города укреплялась. Далее перейдем к другим событиям. Севастопольский морской порт объявил о закрытии рейда в связи со штормовым предупреждением. Движение катеров и паромов между северной стороной и центром города приостановили. Добраться с площади Захарова в Севастополь и обратно можно наземным общественным транспортом. Стоимость проезда от 50 до 70 рублей. Мы связались с главным специалистом отдела организации пассажирских перевозок департамента транспорта, который подробнее рассказал о ситуации. Смотрите, по информации, рейд был перекрыт с 6.22. Сразу было направлено на северную сторону практически весь подвижной состав, обслуживающий 150 маршрут, более 40 автобусов. Людей периодически увозили. Была обеспечена подача машин в течение 1-2 минут на погрузку пассажиров. Но вопрос стоит в том, что пассажиры не хотят ехать стоя. Их завозят на северную и стоячими полностью забитые автобусы, а вывоз осуществляется и только по сидячке. Поэтому, возможно, были какие-то очереди, но они значительные. Поставляют периодичность 1-2 минуты людей увозили с северной. В течение дня автобусы будут купировать на этом маршруте, вывозить пассажиров как с Нахимова, так и с Захарова. То есть маршрут не прекращает свою работу до полного открытия и восстановления работы по сообщению катеров с северной Нахимова. Мы ожидаем открытия рейда в районе 7 вечера ближе. Рашкурс провели в культурно-информационном центре. Будущим водителям еще раз напомнили, почему так важно соблюдать правила дорожного движения и быть всегда внимательным за рулем. Что рассказали и показали зрителям на мероприятии, узнаете из сюжета. В зале культурно-информационного центра сотни людей. Это студенты, курсанты высших военных училищ, ученики автошкол и представители мотоклубов. Все внимание на сцену. На ней простые люди рассказывают о непростых ситуациях, где в главных ролях водитель, пешеход и дорога. Специально пригласили людей, которые непосредственно были свидетелями, либо участниками дорожно-транспортных происшествий. Вы видели, это сотрудники МЧС, бригада скорой помощи, которые выезжают, возможно, ежедневно видят боль, смерть, страх, горе. Видят каждый день. Эту историю знают многие жители Севастополя. Год назад на пешеходном переходе грузовик сбил двух детей. Один из мальчиков погиб на месте. Сегодня об этом со сцены перед будущими водителями рассказывает мама этих ребят. Грубо нарушив правила дорожного движения, чуть не оставил старшего Максима инвалида, зато оставил на память ему ощущение теплой ладошки младшего брата, которого он не уберег. Он поселил горе в моей семье. Видеоролики, в которых молодые водители снимают сториз для социальных сетей за рулем, рассказы людей о своих сложных и страшных историях, обращение психолога и печальная сводка погибших в результате ДТП. Все это повод задуматься будущим водителям о своем поведении за рулем. Не надо садиться за руль, когда испытываешь какие-то сильные эмоции, будь то гнев, раздражение, страх или даже радость. Потому что абсолютно любая моя эмоция может стать причиной аварии. Даже если я этого совершенно не хочу. За рулем мы действительно как-то немного расслабляемся. Иногда не обращаем внимания на какие-либо мелочи. Думаем, что я сейчас проскочу быстро на мигающий желтый, и все будет хорошо. А если там ребенок идет внезапно, кто знает, что произойдет в следующую минуту. Вызвать эмоции у каждого и показать, чем рискует водитель, пренебрегая правилами ДТП, главная цель – краш курса. Собравшиеся могли не только услышать, но и увидеть реальные последствия дорожных аварий. А для того, чтобы более наглядно показать, почему так важно соблюдать правила дорожного движения, организаторы мероприятия привезли сюда разбитые автомобили, которые побывали в ДТП. По данным Всемирной организации здравоохранения, смертность на дорогах является первой по значимости причиной смерти молодых людей в возрасте 18-25 лет. За четыре года на севастопольских дорогах погибло 204 человека. Алевтина Игнатьева, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Кроме того, в Севастополе провели заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Участники мероприятия обсудили вопросы об устройстве улиц с техническими средствами и искусственным освещением и профилактике детского травматизма. Подвели также предварительные итоги месячника безопасности дорожного движения. Особое внимание к дорогам вблизи учебных образовательных учреждений и на маршрутах следования школьных автобусов. Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения выполнили уже на 92%. А в следующем году наш город подаст заявку на участие в федеральной целевой программе повышения безопасности дорожного движения. Мероприятия были различные, очень интересные. Краш-курсы и так далее. Мы считаем, что результат этой работы отразится на тех показателях, которые связаны с жизнью и безопасностью людей. Правительство Севастополя компенсирует приобретение цифровых телевизионных приставок социально незащищенным гражданам. Министерство связи и массовых коммуникаций России намерено полностью отказаться от аналогового вещания в 2019 году. Цифровой эфир – это изображение высокого качества и увеличение количества доступных каналов. Но средняя стоимость приставки – порядка 1400 рублей. В Севастопольском городском комплексном центре социального обслуживания граждан ждут с 1 января 2019 года. Важно не забыть чек о покупке цифровой приставки. Человек покупает цифровую телевизионную приставку, обращается в наше подведомственное учреждение комплексный центр социального обслуживания на Хрусталёва 27 с определенным пакетом документов и получает денежную компенсацию. Какие документы необходимы для получения единовременной денежной помощи? В первую очередь это, конечно, удостоверение личности или паспорт. Обязательно необходимо предоставить СНИЛС, справку о составе семьи и справку о доходах. Далее о новостях спорта. Много соревнований по буксу проводятся в связи с подготовкой к первенству России. Среди них товарищеские и контрольные встречи спортсменов. Возрождается боксерский клуб «Фиолент». Севастопольские боксёры, которые его представляют, выбрали себе в соперники донецких юношей и взрослых мастеров. Для гурманов и бокса матч между воспитанниками клуба «Фиолент» и сборной Донецка стал настоящим спортивным праздником. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Товарищеский матч прошёл на ринге 4-й спортивной школы Олимпийского резерва. Севастопольские мастера кожаной перчатки продолжают победные традиции. А Донецкая боксёрская школа известна во всём мире. В команде гостей 5 мастеров спорта. Участников, тренеров, арбитров и зрителей приветствовали почётные гости. Это первая матчевая встреча боксёров. Она положила начало очень интересному развитию. Мы планируем это развивать и расширять границы данных матчевых встреч. Осветил боксёрский ринг настоятель Свято-Никольского храма Отец Георгий. Среди рефери матча боксёров – мастера спорта международного класса и международной категории АИБа. Из Севастополя и Крыма. Максим Конышев и Владимир Сомов. Яркие, убедительные победы одержали севастопольские мастера. В номинации «Лучший боксёр» главный приз получил Руслан Зубачук. За лучшую тактику ведения боя – Валентин Пьянков. Соперники севастопольцев на ринге – титулованные боксёры. Специалисты отмечают – поединки прошли в высоком темпе, жёстко и азартно. Мы сегодня проводим матчевую встречу со сборной командой города Донецка. Поверьте, это очень сильная команда, и наших ребят ждёт большое испытание. На сегодняшний день у нас есть результаты, которыми мы могли бы гордиться. В этой матчевой встрече севастопольцы были сильнее. Итог поединков – 6-3 в нашу пользу. Святослав Данилов, Владимир Мелянский, Михаил Волобуев, информационный канал Севастополя. Свыше 1 миллиона человек проголосовали в финальном этапе конкурса по присвоению российским аэропортом имён выдающихся дителей страны. Воздушная гавань Крыма на третьем месте по количеству поданных голосов. Имя для аэропорта «Симферополь» выбирают уже более 43 тысяч граждан. Напомним, в тройку лидеров опроса вошли художник Иван Айвазовский, императрица Екатерина II и флотоводец Павел Нахимов. Результаты планируют подвести 5 декабря. И в завершении выпуска о погоде. 21 ноября в Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный – 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 4 до 6 градусов тепла. Днём 8-10 со знаком «плюс». В студии работала Ларентина Игнатьева. Я желаю вам всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин